Встреча с пассажиром На встрече стало ясно, что пора внести изменения как в графике, так и в маршрутные карты. Первым на обсуждение был вынесен маршрут номер 10. Данный маршрут у нас работает с 2015 года. Один год он отработал по нерегулируемым тарифам. Спустя год его удалось перевести на регулируемые тарифы. Учитывая отсутствие жалоб, какие у нас будут предложения. В результате обсуждения оказалось, что существует потребность продолжить данный маршрут вглубь деревни и несколько изменить расписание. Я его в настоящий момент отправил для рассмотрения Виндовской ПТП. Они сейчас посмотрят это как специалисты. И нам отдадут ответ, можно ли это сделать, нельзя, потому что автобус один. 29 маршрут вызвал долгие обсуждения участников рабочей группы. На этом автобусе жители поселка Володарского могут добраться до Видного и многие пользуются общественным транспортом. В частности, люди старшего поколения ездят в поликлинику. Одно из предложений касалось увеличения числа автобусов по данному маршруту. Второе затронуло интересы жителей деревни Андреевская, расположенной на расстоянии двух с лишним километров от Володарского шоссе. Пока местные жители могут добираться в Видное лишь с пересадками. По поводу Андреевского. Вот Львовик Кланов сказал, что 367-й туда заходит. Мы обязательно этот вопрос проработаем, потому что по моей информации технической возможности туда заходить нет. Есть. 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 Все-таки. Мы среди запорного узла, где у нас промок. Там сделали сейчас. Сделали. Понятно. Активные жители, которые также были включены в рабочую группу, смогли озвучить свои вопросы. Так, жительница город Ленинских Надежда Валиулина пожаловалась на то, что с января этого года, когда появился новый перевозчик, начались проблемы с автобусным сообщением. Не соблюдается расписание. Абсолютно не соблюдается. Тарифная сетка не утверждена. То есть ты можешь в одном автобусе проехать за 50 рублей, это же расстояние за 70 рублей. Тщательно проработали и все городские маршруты. Большинство из них выполняют перевозки без нареканий со стороны пассажиров. Ну а участники рабочей группы будут собираться по средам в течение февраля, чтобы обсудить все вопросы и до 1 марта подготовить детальные предложения по каждому маршруту для принятия конкретных мер. Татьяна Брылова, Владимир Рубежонов, Елена Кошлева, Видное ТВ.